Всем привет на этом канале, вот такой у нас необычный оттураж, ну правда она должна была быть необычной, но просто потому что у меня на самсунга как-то странно записалось мое лицо, там были какие-то, в общем я даже не знаю как описать этот ужас, запишу этот видос как обычно. Но для начала хочу вам представить телеграм-канал слив халявы, в этом канале вы не увидите каких-либо разводов и лохотронов, там публикуются только проверенные методы. Например там есть промокоды на получение огромной скидки на еду во всех ваших любимых фастфуд ресторанах, ну например такие как KFC, Burger King и прочее, и сливают их туда сами сотрудники этих заведений. Также в этом канале вы сможете увидеть проверенные способы как бесплатно получить подписки на всеми вами любимые сервисы, такие как YouTube Premium, Apple Music, Netflix и прочее. Плюсом к тому там вы сможете найти кучу других фишек, которыми можно воспользоваться в различных магазинах и при этом так довольно неплохо сэкономить. И публикуется все на этом канале абсолютно бесплатно и там нет никаких платных услуг. В общем, что я сижу тут все и рассказываю, переходи по ссылке в описании и подписывайся. Также вся информация есть в закрепленном комментарии. Прежде чем мы начнем, я хочу вас попросить подписаться на мой телеграм-канал. Кто сидит во ВКонтакте, добавляйте меня в друзья. Прийму абсолютно все заявки, ну а может еще и кто захочет на группу ВКонтакте подписаться. Все эти меры сейчас необходимы, так как я думаю, что вы уже заметили вот этот вот спад в просмотрах на канале. И на случай, если все-таки решу сделать переход на новый канал, а такое вполне сейчас возможно. Я, конечно же, надеюсь, что это просто временные трудности, которые удастся преодолеть. Все же цель на данный момент набрать 100 тысяч подписчиков до 2022 года. Ну и как-то это все начинать по новой, ну не хочется. Именно поэтому помоги мне достичь эту цель, если ты, конечно, еще не подписан на этот канал. Нажми на красную кнопочку подписаться и, конечно же, не забудь включить уведомления, нажав на колокольчик. Скатывание на ютубе это вполне нормальная тема. Скатываться можно в плане контента, а уже вслед за этим, скорее всего, пойдут и просмотры, а ты будешь скатываться по просмотрам. Если на канале в данный момент идет спад, то это означает, что какой-то подобный фактор скатывания все-таки произошел. Я могу предполагать, что некоторые темы вам просто неинтересны, из-за чего одни из последних роликов не набрали особых просмотров в сравнении с другими. Видеоролик про армию, в целом я могу понять, что эта тема, скорее всего, мало кого интересует из моей аудитории на данный момент. Но меня очень расстроило, что когда на канале был опубликован видеоролик про Геншин и Пакт, этот ролик, ну, просто вообще не собрал. И ролик про Геншин и Пакт это самый старт скатывания просмотров на этом канале. Прямо сейчас я тебя очень попрошу спуститься в комментарии вниз и написать, что тебя не устраивает на этом канале. Вспомни, с какого видеоролика ты подписался на этот канал, что тебя вообще сюда завлекло. Вполне возможно, конечно, что ты после пиара маразма подписался. В общем, что тебе, возможно, не нравится в данный момент на канале, думаю, что идеальных людей не бывает и каждому человеку что-то не нравится в другом человеке. Хотя, если ты все-таки смотришь этот видеоролик, скорее всего, хотя бы более-менее устраивает нынешний контент. Но все-таки про недостатки напиши, пожалуйста, в комментариях. Ну, просто, чуваки, я честно не понимаю, что вам просто стало не нравиться? Речь, конечно же, идет про тех зрителей, которые просто внезапно отвернулись от канала. Именно поэтому, если у вас есть претензии к нынешнему контенту, и залагайте их в комментариях. Быть может, вам не интересны темы, может, вам что-то в самих видеороликах не нравится. В общем, вам виднее, что может не устраивать. Я, конечно же, не буду говорить, что я исправляю абсолютно каждую претензию ко мне, нет, но я буду стараться делать контент еще лучше. Чтобы хотя бы та часть зрителей, которая смотрит видеоролики в данный момент, продолжала их смотреть. Но также в душе все же надеюсь, что смогу наладить рост. И, конечно же, помочь мне в этом можете только вы. В крайнем же случае, если все же не удастся этого сделать, просто потому что порой не только качества не хватает каналу. Если вдруг Ютуб начал процесс душения канала, то, скорее всего, этот процесс уже не обратим. Но давайте будем с вами оптимистами, в крайнем же случае, просто перейдем на второй канал. Ну а чтобы это видео быстро не завершалось, хотел бы разобрать, пожалуй, самый известный пример скатывания. Возможно, кто-то уже начал догадываться, что сейчас пойдет речь про Ивангая. И да, речь пойдет сейчас про Ивангая. Все начинается с того, что Ваня пропадает на год, после чего он успешно дропает трек «My Heart», и активность на этом треке была просто сумасшедшая. В сравнении с теми же треками Влада А4, который чертовски подогревал интерес к своим альбомам. Но все равно они не имеют таких результатов, как треки Ивангая. Ну, Ваня такой чисто год не снимал, а потом дропает трек. Который в итоге набирает 28 миллионов просмотров. Там Боргенштера выпедрился, что у него обложки там много просмотров собирает. Вот у Ивангая 28 миллионов просмотров, это просто сумасшедшая статистика. Просто картинка, и там даже нет клипа. Да, это явно, конечно, не та активность, которую ждали от Ивангая подписчики. Думаю, что фанаты хотели новых видеороликов, но получили в итоге трек. Ну и все равно, как выходит, подписчики были довольны. Ну, хотя бы какая-то активность от блогера наконец-то, который не снимал год. И после этого трека снова тишина, год Ваня ничего не публикует. И в новый год, я даже помню, как мне пришло уведомление, что у Вани начинается премьера на канале. Я был просто невероятно рад, ведь еще и хронометраж этого видеоролика составлял 43 минуты. Хоть и там все равно вот эта вот снова же музыка. Ну, скажем так, презентация его новых треков. Ну и опять же, аудитория это оценила. В этом видеоролике, когда я его пересматривал после нынешних роликов Ивангая, там можно заметить, какой же Ивангай в этом ролике живой. Он похож на того самого старого Ивангая, а сейчас, ну, по истечению года, более года. Он сильно похудел, хорошенько так изменился, да искренность у него пропала. Следующая же активность Ивангая снова же музыкальная. Ивангай проводит небольшой концерт в Салате. После чего, спустя еще какое-то время, Ваня публикует видеоролики про мемузыку. Даже несмотря на то, что Ваня тут уже был таким унылым, без каких-либо эмоций. Я не могу сказать, что Ваня тут не старался. Тут все-таки есть какое-то чувство, что у него было желание хоть как-то постараться. Ну, не чтобы там просто заработать денег. Но и все равно отменять того факта, что он тут уже такой эмоционально выгоревший, что ли, тоже это отменять не стоит. Также вполне возможно, что эти ролики набрали хорошо в просмотрах. Даже несмотря на то, что он уже тут такой весь был унылый. Но нет у него уже вот этой радости от процесса создания видеороликов, как раньше. И все равно на этих видеороликах при этом набирает просмотры. Причиной тому служат, что фанаты просто хотели увидеть видеоблога от Вани. Ну да, тут, конечно, музыка, не игры, чего скорее подписчики Вани ждали. Ну блин, он тут разговаривает, да, как бы это ни звучало. Веду это к тому, что он здесь не просто там презентует свои новые треки, а все равно это видеоблог, как ни крути. Следующей активностью Вани становится видеоролик о игре про бегущего Ивангая. И с этого момента начинается новая эпоха Ивангая, он занимается играми и даже не музыкой. Скорее всего, Ивангая решается превратить свой канал вместо рекламы своих игр, хотя так оно и есть. Первый видеоролик про игры Ивангая набирает значительно меньше, нежели видеоролики про Ме-музыку. Активность ниже практически в два раза. Тут, скорее всего, это еще и связано с тем, что зрители, которые посмотрели его видеоролики про Ме-музыку, увидели, что он тут изменился, ну и как выходит, что многих это не устроило. Ну из-за чего уже многие просто от него отвернулись. Но тут же Ивангая не возвращается на Ютуб, чтобы пилить ролики, как в старые добрые. Он решается делать свои игры и тупо пиарить на своем канале. Что и говорит о том, что он мало того, что выгорел, так он еще и решил превратить свой канал в рекламное место. Таким образом, первый хейт от аудитории был получен. Я уже делал видеоролик про игры Ивангая и игры Влада А4, где я разобрал эти игры. Если первая игра Ивангая все же сделана плохо, но видно, что он все равно постарался. Мне эта игра в целом понравилась. Все же большинство отнеслось к этому нормально, ведь как ни крути, эта игра от Ивангая, камон. Но было бы в принципе нормально, если бы Ваня не продолжал делать новые игры. Здесь-то уже и стало понятно аудитории, что Ваня решил просто зарабатывать на этом деньги. Ведь то обилие рекламы в играх Ивангая, которая там есть, может принести Ивангаю хороших денег. Следующие игры становятся еще хуже, чем первая игра Ивангая. Я бы даже сказал, каждая новая игра становится хуже предыдущей. Выпустил Ваня три игры, а также снял три ролика. Ну вернее он четыре выпустил, одну игру я все-таки упустил. На третий видеоролик с первым игрой уже была максимально нехорошая реакция. И походу к Ване приходит понимание, что продолжать это лучше не стоит. На данный момент по итогу Ваня теряет аудиторию после видеороликов про мне музыку. Все же на его новый видеоролик про игру аудитория пожелала не заходить. Ну тут уже все факты бросаются в глаза. Просто очевидно, что люди почувствовали какое-то нежелание снимать видео, а снимать их ради того, чтобы заработать деньги. После же видеороликов о играх его канал потонул еще сильнее. Далее спустя какое-то еще время, а прошло месяца три, Ване все-таки решается выпускать еще одну игру, и здесь уже были просмотры соответствующие. Аудитория походу была уже настолько расстроена. Ване все так же выпускает рекламный ролик, но еще и при этом проводит стрим. Там они хотели заработать на своей игре 5000 долларов, но в конейшем итоге по окончанию стрима удалось заработать только 20 долларов. Уже настолько аудитория была опечалена. Да и также если посмотреть на лайки и дизлайки под стримом, можно увидеть недовольство зрителей. После чего Ване пропадает еще на некоторое время, и потом он решается сделать ход конем. Он наконец-то идет на интервью к Дудю. Хоть интервью оказывается, скажем, таким плохим, все же улучшить статистику на канале оно помогает. Его новый видеоролик после интервью «Где я пропадаю» набирает вполне неплохих просмотров. Тут Ваня наконец-то вернулся на ютуб. Но все же его унылость, которая была с роликов про ми-музыку, она так и осталась. Но все равно было видно, что желания вести особого канала нет. Да и на самом-то деле сейчас видно. Но желание зарабатывать деньги все же есть, что и давало мотивации снимать видео, и дает по сей день. Следующий видеоролик про бесполезные сайты набирает уже меньше просмотров. После него затем выходит ролик по Майнкрафту, который набирает еще меньше просмотров. И здесь Ивангай наконец-то возвращается в образ летсплейщика. Вот только это уже особо-то и не помогло. Все паблики в Вконтакте трещат, что Ивангай наконец-то вернулся. Но и при этом возвращение-то уже было и не нужно большинству, как выходит. Здесь также сыграло свою роль интервью Ивангая, которое было также скандальное. Оно просмотров подбавило, но и хейты в принципе тоже. С каждым новым роликом Ивангай набирает все меньше и меньше просмотров. Местами Ивангай выпускает сейчас новые треки, которые в активности набирают больше. Но даже результат 3,5 миллиона на одном из его новых треков, это для его канала маловато. Если сравнивать с тем же треком My Heart. Но там, конечно же, еще и ажиотаж, который был вокруг личности Ивангая. Но все же, 3,5 миллиона на треки, это даже необычный ролик, это все равно мало. Тем более для канала, на который подписано 17 миллионов. На канале Ивангая также после этого камбэка появляются рекламные ролики. Просто чисто рекламные ролики, чего Ваня раньше не делал. Но уже тут просто всем уже видно, что ничего кроме денег в данный момент Ваню не интересует. Также происходит попытка угнаться за детским контентом. Вот эти вот ролики его про попыт, в принципе, все и говорят. Снова хейт, и Ваня понимает, что не нужно двигаться таким путем. На данный момент его новые ролики не набрали даже миллиона просмотров. Некоторые. Настолько канал Вани упал. Но и при этом тут все понятно. Изначально Ваня уходит с ютуба, но при этом, если бы он снимал ролики как раньше, он бы скорее всего вернул прежнюю активность. Но у Вани затем начинается череда ошибок. Он снимает ролики про мимузыку, которые в целом еще нормальные, но видно, что особого интереса к съемке у него уже нет. Далее начинаются эти позорные ролики про игры, что и приносят свои плоды также. Интервью, которое дает и роста, но также приносит и негативную сторону. Ну а дальше у Ивангая начинается типа возвращение на ютуб. Где Ваня уже такой максимально выгоревший и желание только одно – заработать. И прежде чем ролик завершится, хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, добавить меня в друзья во Вконтакте, приму абсолютно все заявки. Подписаться на группу ВК, но самое главное будьте хотя бы где-то. Подпишитесь на мой телеграм, добавьте в друзья, либо же на группу ВК подпишитесь. Ну а конечно по желанию можно подписаться везде. Можете также поддержать активность этого ролика, написав комментарий к продвижению, поставив лайк, ну и конечно же подписаться на канал, если вы не подписаны. Ну а если вы уже подписаны на канал, отпишитесь и подпишитесь заново. И обязательно не забудьте нажать на колокольчик. На этом все, всем пока.